Итак, дорогие друзья, в прошлый раз мы с вами раскроили лиф нашего платья, а сейчас мы будем кроить юбочку. Так как у нас изделие отрезное по линии талии, то мы делаем это соответственно, потому что нам юбочка достаточно длинная, может оказаться и побежала наша ткань. И так мы кроим юбочку сразу на ткани. Юбочка трапециевидной формы с двумя встречными складочками по полочке и по спинке. Средний шов по спинке есть средний шов, чтобы вставить туда молнию, так же как на лифе нашего платья. Посмотрите, вот здесь я нарисовала линию низа нашей юбочки. От линии низа вверх я отложила длину изделия. Наша желаемая длина изделия 65 см. Я прибавила еще 5 см на припуске, так как юбка будет конической формы, вниз у нее будет достаточно широкий, то я не буду делать там большого припуска на обработку. Я думаю, что 5 см, 2 см наверх и 3 см вниз этого будет достаточно. И поэтому в крое я отложила вот здесь 70 см. И за припуски переживать больше не стану. Буду учитывать как есть. Далее, это у меня кромка ткани. Кромку ткани мы всегда отсекаем. Но, так как юбочка у меня будет раскрешенная книзу, я сделаю сразу раскрешение, заложу и в этот средний шов спинки. Чтобы как бы динамика и все такое были более как бы поддержаны вот этим швом. Я оставляю и сразу рисую припуск на обработку данного участка. То есть средняя линия по юбочке на спинке, она у меня получается вот только что. Дальше. Это линия низа, там линия талии. Вот у нас с вами спинка. Она получилась по-другому. Смотрите, что я хочу сделать. Я измеряю талию по спинке. Раз, два, 15 сантиметров. Значит, я вот здесь должна отложить 15 сантиметров. Но тогда у меня не получится встречной складки. Я должна выбрать ширину встречной складки. Давайте вместе это сделаем. Она должна быть достаточно внятной, но не очень большой. Я думаю, что вот сантиметра 4, так чтобы это было вот так вот примерно, нам будет достаточно. То есть 4, 4, 4, 4, мне нужно 16 сантиметров. Значит, к 15 здесь мне нужно прибавить еще 16. Получится 31. Мы пришли вот сюда. Так, достаточно широкая у нас получается юбочка. Ну что ж, значит будет так. Я думала, она будет все-таки у нас немножко поуже. Значит, будет так. Пусть будет. Если мы... Ну тогда складка будет глубокая, хорошая, зрительно выраженная, ярко. После того, как я сделала эту отметочку, я выбираю само раскрешение. Я могу сделать его вот таким. Тогда оно будет мало значительным. Могу сделать, допустим, вот таким. А могу сделать что-то среднее. Почему мне не нравится вот этот вариант? Мне не нравится он тем, потому что вот эта линия, она начинает у нас приобретать косую наклон долевой нити. И он может вытягиваться. Хотя ткань у нас такая плотненькая, достаточно формоустойчивая, в то же время очень тяжелая. Если она будет держать хорошо форму синтетика с вискозой какая-то, да, то я не буду делать слишком большого раскрешения, не хочу рисковать. И выбираю наклон примерно так. И вы поступаете точно так же. То есть вы выбираете угол наклона, угол расширения своей юбочки визуально таким, каким вы хотели бы его видеть. Я хочу, например, сегодня так. Нарисовала саму линию, по ней я буду шить и, соответственно, оставляю прикуск на обработку данного участка. По этой линии я буду отрезать все лишнее. Где у меня будет жить моя складочка? Это средний шов спинки. Может быть, я ее подровняю вот под эту выточку. Поэтому от среднего шва спинки я измеряю расстояние 10 сантиметров. Вот оно. Значит, начало моей стречной складки будет здесь. Ее ширина 16 сантиметров. 16. Серединка 8. Вот, собственно говоря, и все. Но, чтобы я еще, наверное, сделала, я могу, могу, или не могу, или не хочу. Вот я сейчас размышляю, что же я хочу. Давайте, давайте, пожалуй, сделаем. Во-первых, тогда вернемся чуть-чуть назад. И когда мы оформили вот этот боковой шов, вы видите, что здесь пропал прямой угол. Пропал прямой угол, она очень существенна для нас. Поэтому мы его сейчас вернем. Сделаем, откорректируем линию талии вот таким вот образом. Потому что здесь должен быть прямой угол и там должен быть прямой угол. И, соответственно, линия талии у нас уже будет выглядеть. И скругляем этот переход, чтобы он не был таким жестким. Вот так. Так. Дальше. 16 сантиметров на складочку. У нас вот здесь. Но я уже отложу не 16, попробую, а 15. Потому что мне надо там было... Так. 17. Это 10 и 7. Здесь сколько у нас? 5 с половинкой. Здесь сколько у нас? 15. А мне надо 17. Значит, хорошо. Опять все подгоняю под те размеры, которые у нас там были. 10. Здесь мне нужно 7. Значит, на нашу встречную складку у меня осталось 13 сантиметров. Ну и пусть. Я все равно выбирала, что мне хочется и как мне хочется. Значит, в конечном результате вот это 7 до складочки. Дальше вот здесь 10. У нас наша складочка совпадет вот с этой выточкой на платье. И будет такая какая-то гармония. Хотя, может быть, на примерке нам захочется ее подвинуть. А сейчас, что я хочу сделать? Во-первых, надо уравнять стороны. Измерим. Средний шов по спинке какой длины? 70. Значит, мы должны боковой шов сделать точно таким же. Мы его приподняли для того, чтобы был прямой уголочек. Значит, вот здесь мы должны это подснять. А как оформить тогда линию низа? Да еще раз отложить по 70. Или просто найти серединку вот этого участка. Допустим, она вот тут. Если бы это был прямой угол, я бы положила это вот так. Ну, а я, конечно, все немножечко скругляю и нарисую это вот так. Вот я переоформила линию низа нашей юбочки по спинке. И направление своих вот этих складочек. Я хочу, чтобы юбочка внизу у меня была достаточно широкая. Середина складочки под прямым углом перпендикуляр к линии талии идет вот сюда. Это как бы направление у меня получается серединка складки, да? А сами складочки я хочу, чтобы они еще раз расширяли мне линию низа. И они выглядели вот примерно вот так. Сами складочки. Так. Я рисую до конца, но сметывать я до конца это все, конечно, не буду. Просто я вам показала, как бы степень своего вот расширения юбочки. Складочка вот эта заложится, какая широкая у нас будет, динамичная внизу юбочка. Может быть нам это не понравится на примерке. Вот это у меня внутренняя часть складки. Я обычно ее помечаю вот таким вот крестиком. Для примерки я обязательно скреплю и сметаю вот эту складочку хотя бы до сих пор, чтобы эти линии, направление этих линий задало нам нашу серединку. Задало нам направление. И вверх вот у этой вот складки я оформлю обязательно верхний срез. Вот таким вот домиком, потому что здесь я буду на такую встречную складочку потом раскладывать. Вот что у нас получилось с полочкой. Теперь мне нужно построить, вернее со спинкой. Теперь мне нужно перейти к построению полочки. Для того, чтобы это сделать, я сразу скрепляю иголочками, потому что мне нужно ткань сейчас подвинуть будет. Для того, чтобы вам было видно, так я ее скрепляю аккуратненько и выполняем вот это наше перемещение. Хочется сделать все побыстрее, чтобы ваше внимание сильно не отвлекать. Но, как говорится, что есть, то есть. Убираем наши гильки. О, тяжелая гильки. Она тяжелая. И двигаемся вот сюда. Сколько у нас по времени там осталось? Еще 12 минут. Полочка. Значит, полочку придется нам строить. Я думала, она поместится здесь. Здесь она поместиться у нас не хочет. Поэтому она будет просто по порядку строиться дальше. Ткани у нас очень много получилось. Это мой подарочек моей подружке на Новый год был. И сейчас, во время отпуска, я этот подарочек, как обычно, довожу до конца. Это линия низа на нашем лифе. От нее откладываем 70 сантиметров. Получаем линию талии. Линия талии 70 сантиметров. 70 сантиметров. Еще раз. Два. Получилось линия талии. На линии талии работаем. Так. Сгиб ткани. Это будет у нас серединка наша. Что там у нас с выточками? Смотрим. Сюда. Так. Первая выточка у нас начинается на расстоянии 8,5 сантиметров от центра. Так. 8,5 сантиметров от центра 14 и затем 21. Запомним эти цифры. 8,5 и 14. Вот у меня 21. 8,5 где это будет? Это вот здесь. А 14 где это будет? 14 вот здесь. А где 21? А 21 вот здесь. И вот посмотрите. Я думаю, что нам складочку лучше все-таки иметь вот здесь. Потому что в боковой части у нас складочки не содержат, чтобы был какой-то ритм. Они отведенные немножко в сторону. Будут оставлять нам центральную часть чистенькой. Ну, я думаю, что это будет очень хорошо. Итак, что у нас тут получилось? У нас получилось 14 сантиметров начало нашей складки. Сама складочка. Теперь уже копируем историю вот отсюда. 13 сантиметров оказалось. Значит, я должна сюда добавить еще 13. Я уже, смотрите, иду по нарастающей. Да? И здесь остаточек у нас 7. И, значит, еще вот так вот 7. Так. И оформляю, опять же, выбираю направление бокового шва. Ну, постараюсь скопировать его со спинки. Посмотрела на спинку и думаю, что где-то нам, ну, вот так вот надо положить и сделать этот наш боковой шов под таким уголочком. Если там будет какое-то расхождение, то минимальным. И, как всегда, принцип прямых уголочков. Это боковой шов. Это припуск. И перпендикуляр, наш любимый перпендикуляр, который проводится из серединки для того, чтобы приподнять линию талии. Вот так сглаживаем вот этот переходик примерно вот так поярче и оформляем начало вытачки. Так, вытачка у нас начинает, вернее, встречные складки отсюда и досюда. Завтра я должна сегодня сметать это платье. Завтра мы едем по делам. И я сделаю примерочку. Этого платья на обратном пути заедем к Оленьке, в другой город. И там мы выполним примерку. И я постараюсь вам тоже ее снять и показать. Это серединка нашей вытачки под прямым углом к линии талии. Вернее, встречные складки. А это ее направление. Опять раз. И опять ее направление я хочу сделать. Вот таким вот. Два. Это встречная складка. До сих пор я буду ее сметывать. Все остальное посмотрим, что там у нас как ляжет. Ну и уравниваем, конечно, стороны. 70 сантиметров. Обязательно прокалываем булавочками. Сколько у нас осталось времени выводить? 7 минут. 7 минут осталось. Ладно, не спешим. 70 сантиметров. До серединки примерно. Вот так вот делаем 70. И оформляем потом овал. Оформляем вот такой овал. Я не буду вырезать свое изделие. и тратить наше драгоценное время на эту историю. Вы понимаете, как это делается. Скажу только главное. А главное заключается в том, что прежде чем вырезать, мы обязательно должны проколоть наше изделие, чтобы оно не перемещалось в этот момент. Проколоть можно произвольно. Я обычно фиксирую в тех точках, которые мне важны. Ну, скажем, боковой шов я вот так. Это я уже тоже, посмотрите, как проколола. Прежде чем подвинуть. Так. Мне нужно показать на изнаночке. И часто информационно ставлю эти булавочки. Что значит информационно? То есть мне нужны какие-то отметочки на нижней стороне своего изделия. И поэтому я делаю вот такие вот. Мне нужно вот эту линию перенести вниз, чтобы потом сметать можно было аккуратненько. И поэтому я тоже делаю здесь вот такие проколы. Ну, вот, собственно говоря, и все. Точно так же сейчас я вам покажу. Я скрепила булавочками свою полочку. Видите, в вершинке все, да, поставила, прежде чем вырезать. И точно так же спинку. Но я, когда вырежу все, покажу вам еще детали кроли. На этом разрешите сейчас приостановиться. И продолжение следует.